Мы поздравляем всех участников нашего конкурса. В нашем конкурсе приняло 117 детей из разных уголков нашей республики. Очень горячая борьба шла во время голосования. Мы не ожидали, что будет такой большой ажиотаж во время голосования. Были моменты, что мы видели, что люди нечестным способом голосуют на сайте. Поэтому мы были вынуждены пойти на то, чтобы проконтролировать, чтобы убрать дубликаты голосов. Это было очень непростое для нас решение, потому что это детский конкурс. По правилам нашего конкурса мы должны были дисквалифицировать детишек. Но это детский конкурс, и мы не можем сделать так, чтобы ребенок участвовал и просто взять его и выкинуть из конкурса. Поэтому мы приняли это, я считаю, очень мудрое решение оставить детей и сделать честное голосование. Ну, мы думаем, что это будет уроком честности для родителей на будущее. Ну, и дети должны знать, что голосование, борьба должна быть честной. В этом году мы первый раз шили сами костюм. В детском саду нам сказали, что мы будем елочкой, вокруг которой будут водить хоровод. Вот, мы постарались, буквально за два вечера мы его сами сшили. Мы с бабушкой сшили, и Кира его украшала. А на самом деле нам писали в соцсетях, предлагали свою помощь в голосах за деньги, там, 100 рублей... А, 100 голосов, 120 рублей. Но я об этом сообщила организаторам, отправила скриншоты, сказала, что, ну, как бы, мы будем играть честно. В лидерах мы были, но недолго. Потом мы вот все скатывались, скатывались. Ну, на победу мы уже не надеялись, если честно. Но после того, когда проверили все накрученные голоса, оказалось, что у нас голосов больше всех. За нас голосовала и Россия, и другие страны. Ну, около 6 тысяч голосов. На утреннике я шила костюм, сама шила костюм, и решила поучаствовать. Я посмотрела это, у меня коллеги сказали, что, ну, идет такой конкурс. Просто у нас по сценарию идет в детском садике, и дали там советских сказок героям. В пользу случаем хочу поблагодарить своих групп. Вот три у меня самые верные группы по WhatsApp, да. Это наши друзья иркутяне, мои коллеги. Это вторая и третья, самые мои близкие родственники. Большой привет и спасибо вам большое за поддержку. Ребенок ходит в садик. Наш садик «Росинка» 41-й. И наш воспитатель Яковлева Марина Михайловна предложила нам поучаствовать на утреннике. Он должен был играть роль Чесхана. Ну, сами, конечно, сперва испугались, что такой трудный костюм. Ну, вместе с бабушкой, с папой сделали вот такой интересный, красивый костюм. Делали всей семье, поэтому не очень трудно было, поэтому все друг другу помогали. Нормально. Нам всем понравилось. Ну, мне понравилось участвовать. Было интересно. И, конечно, приятно, что праздник продлился еще таким знаменательным днем. Вокруг елки есть я! Ура!